Девушки отдыхают Сперва давайте посмотрим на саму обложку, на супер обложку и далее полистаем данный Омник. Так выглядит супер обложка спереди, так выглядит корешок Омнибуса и так выглядит задняя сторона комикса. Здесь, к сожалению, собраны не все работы, которые были написаны по Ламдини, но довольно большое количество, довольно большое количество знаковых комиксов здесь имеется. Ну а кавер прайс, цена этого издания в Америке это 125 долларов. Давайте посмотрим, что скрывает под собой супер обложка. Ну да, сейчас мы ее снимем. Книга довольно тяжелая, она не самая большая из всех и тем не менее довольно прилично весит. Вот так у нас выглядит боковые части супер обложки вкладыши. Здесь у нас так собирается Бэтмен и этот Бэтмен Тихо, который хаш, если помните, такого персонажа. Так, ну и вот таким образом у нас выглядит книга под супер обложкой в черно-белых тонах. Такой корешок и задняя сторона книги. Теперь давайте полистаем ее. Итак, кто же такой Пол Динни? Я думаю, что многие из тех, кто смотрит мой канал, кто вырос, как и я, в 90-е, прекрасно должны помнить мультсериал «Бэтмен за ними этот сериас». Да, пока я не бежал вперед. Здесь у нас содержание, собственно говоря, все выпуски, которые в данном комиксе представлены. Ну и, как видите, здесь порядка тысячи страниц, что довольно прилично. Итак, вот тот самый мультсериал «Бэтмен за ними этот сериас», который, я считаю, лучшим мультсериалом о Бэтмене, и был за авторством того самого Пола Динни. Но помимо того, что Пол Динни приложил руку к непосредственно мультсериалу, он также был автором комиксов довольно большого количества. На канале у нас был обзор русской версии «Бэтмен. Безумная любовь» про историю Харли Квинна и Джокера. Как раз-таки тоже ее писал Пол Динни, и она сделана в стилистике мультсериала. Ну, а здесь мы видим уже отдельную самобытную историю про Бэтмена, которую писал Пол Динни. И это довольно классный комикс, довольно самобытный, с большим количеством знаковых персонажей, близких как раз-таки к мультсериалу по духу, по стилю. Много интересных поворотов сюжета. Очень неплохой арт. Такой отчасти, как-то, мне кажется, знаете, варьируется между мультсериалом и работами Макфарлэйна или Капула на спауне, например. Вот какие-то у меня такие флешбеки, по крайней мере, на первой части Омника прослеживаются. Комикс очень крутой и заслуживает вашего внимания. Если вы любите мультсериал, если вы знакомы с работами Пола Динни, то данный Омнибус – это мастхев для вашей коллекции. Здесь много классных историй. Некоторые из них у нас тоже издавались. Вот, кстати, рождественская история про Джокера с Робином тоже выходила в сингле у нас на русском языке. Ряд других выходил. Ну, а вот здесь мы имеем большой сборник как отдельных историй, таких, как, например, данный сингл, так и нескольких мини-серий. Мини-серия, посвященная Рассаль Гулу, например. Мини-серия, посвященная Хашу. Да, Хаша не только Джим Ли рисовал, да, как бы вместе с Тимом Сэйлом, если я ничего не путаю, и Джеффом Лойвом. Ну, в общем, вы поняли, про что я говорю. У нас на канале тоже есть обзор на русскую версию Бэтмена Тихо. Вот здесь как раз-таки есть своя интерпретация этого персонажа. Комикс я открываю, по сути, наверное, раз третий, поэтому он еще... Корешок еще не очень разработан, поэтому он может хрустеть, и книга открывается пока не очень легко. Но это лишь потому, что я, как уже сказал, с ней мало контактил. Я не читал весь Омнибус, к сожалению, у меня все меньше и меньше времени, чтобы уделять его достаточному количеству для прочтения всего того, что стоит у меня на полках. Я это делаю постепенно, когда появляется возможность. Поэтому многое из того, что я вам рассказываю, показываю, вот в таких кратких обзорах, я даже еще не успел там прочитать полностью или вообще не читал в принципе. Но там знаю какие-то моменты ключевые, почему я купил этот комикс, потому что видел обзор, потому что знаю сюжет, потому что, кстати говоря, вот начинается серия про Росальгула как раз-таки. Вот поэтому я специально в таких обзорах не рассказываю про сюжет, во-первых, чтобы не спалить, во-вторых, потому что зачастую в данный момент мне недостаточно, скажем так, материала, чтобы полноценно рассказать про комикс, чтобы это было интересно. Поэтому сейчас вот в основной на канале вид роликов, это именно такие обзоры, которые можно назвать первым взглядом именно на то, чтобы вы могли посмотреть вместе со мной, как комикс выглядит, что он из себя представляет, что за рисунок в книге, о чем книга вкратце, какой контент она содержит. И для себя могли принять решение, стоит ли себе в коллекцию подобную книгу приобретать. В будущем, впоследствии, я надеюсь, что у меня времени станет побольше, работа будет снимать времени поменьше, и тогда, соответственно, я подумаю, чтобы создать на канале отдельные ролики, еще и посвященные непосредственно таким более предметным, сюжетным событиям подобных комиксов. Это у нас уже арка про Бэтмена Тихо, как раз-таки Бэтмен Хаш. Так что здесь довольно много интересных моментов, которые заслуживают вашего внимания. Это вот, наверное, один из моих любимых омников по Бэтмену, без привязки к каким-то суперглобальным мировым событиям, скажем так. Типа там Rebirth или там New 52. Здесь как бы вот можно просто открыть Бэтмена, почитать Бэтмена и закрыть. Это здорово. То же самое вот мне нравится в Omnibus Batman Eternal, который был написан Скоттом Снайдером. Он, в отличие от его серии New 52, которая довольно-таки крупная и сильно завязана там на разных событиях, хотя и ее можно читать без привязки к вселенной Бэтмена в принципе. Но тем не менее, там есть моменты, которые нужно понимать, скажем так, иметь в багаже знаний. А вот Batman Eternal в этом плане попроще, и его можно читать в отрыве от всех остальных событий, всех остальных историй. Это здорово. И, собственно говоря, вот с Batman Paladin такая же история. Это здорово, потому что не всегда есть возможность там собирать и читать все о Бэтмене. Что-то хорошее по нему иметь в коллекции, без привязки к каким-то, еще повторюсь, глобальным событиям, глобальным вселенным. Это здорово. И вот данный Omnibus как раз тоже про это. Собственно говоря, как-то так. Ну, а мы потихонечку подходим к концу данного сборника, данной книги, и посмотрим сейчас с вами на то, какие же нам положили сюда дополнительные материалы. Возможно, в будущем будет репринт данного комикса. Он сейчас уже редко появляется в продаже, его довольно сложно найти в свободном доступе. Хотя нет-нет, он появляется на Амазонах, на всяких инстоктрейцах, но все реже и реже. Я думаю, что рано или поздно должен быть репринт, хотя DC репринт издает гораздо меньше, чем тот же Marvel, но тем не менее. И, возможно, вот тот самый репринт нам добавят какие-то дополнительные истории, которые в данный Omnibus не вошли, к моему сожалению. Потому что Полдини написал гораздо больше историй, нежели мы здесь в этом Omnibus имеем. Хотя наиболее знаковые, конечно же, конечно же, здесь имеются. И это, безусловно, безусловно здорово. Ну и вот, как раз таки завершается арка по хашу. Здесь довольно много посвящено именно этому событию. И есть вот такой вот у нас с вами выпуск, тоже близкий к мультяшному, про похождение Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Есть даже вот такой выпуск. Ну, в общем, в конце у нас довольно много разных интересных, любопытных историй, любопытно оформленных, скажем так. Еще одна артистская история, но уже про Бэтмена и Харли Квинн, а не про Джокера и Робина. И, в общем-то, на этом все заканчивается. Здесь у нас довольно большой блок допов с обложками, довольно неплохими, как видите, скетчами-набросками различными. Раскадровками с пояснением по заполнению страниц. Тоже интересно любителям познакомиться, как создаются комиксы. Довольно будет полезно и интересно посмотреть на это дело. Ну, и биография, приложивших руку к созданию данного произведения. Это Пол Динни, Дастин Гуен и Дон Крэмер. Ну, а помимо них тут еще у нас, да, еще вот три товарища. Что ж, вот таким получился обзор на Бэтмен Омнибус от Пола Динни. Знаковый Омник, классная история, рекомендую. А у меня на сегодня все. Увидимся в новых обзорах.